Метавселенная предпринимательства. Система госпитализации пациентов в униклинике КФО. Диагностика, которую пациент может получить в рамках стационара, это на самом деле диагностика очень высокого уровня. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. Научные журналы, учрежденные учеными Института международных отношений Казанского федерального университета, включены в перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии. Это «Наследие и современность», «Казанский лингвистический журнал», «Современные востоковеческие исследования». Результаты своих исследований в них смогут публиковать соискатели ученой степени кандидата и доктора наук. Что такое метавселенная предпринимательства и какую цель несет данный проект? Постарался разобраться Амир Ахтямов. Создатели проекта под названием «Метавселенное предпринимательство» победили в гранте «Студенческий стартап». «Студенческий стартап» — это конкурс молодых предпринимателей, в котором принимают участие желающие открыть собственный бизнес. Размер гранта составил миллион рублей. Эта сумма должна быть использована на запуск собственного бизнеса, в том числе открытие юридического лица. По словам победителя конкурса «Студенческий стартап» Ольги Улановой, запуск данного гранта осуществлялся впервые. Конкуренция была. Это был первый вообще поток, который был запущен. То есть первый раз запускался такой грант. И, собственно, судя по всему, судям показалось, что мой проект достоин финансирования, поэтому он и победил. Если говорить про сам проект «Метавселенное предпринимательство», то это клуб на базе Института физики Казанского федерального университета. В данный проект предполагается вовлекать не только студентов, которые учатся в институте, но и потенциальных абитуриентов. На физфаке достаточно много различных направлений, где именно предпринимательский взгляд был бы очень кстати. Поэтому физики вполне могут заниматься в рамках своей деятельности предпринимательской деятельностью. Плюс физфак является драйвером всяких технологических инноваций. И в этом смысле это тоже очень актуально сейчас. Главная причина создания «Метавселенной» состоит в том, чтобы предпринимательство в молодежной среде развивалось стремительней и быстрее. На текущий момент уже разработаны несколько программ дополнительного образования в сфере предпринимательства, как для детей, так и для студентов Казанского федерального университета. Программы планируют запустить уже в ближайшее время. Программы доп. образования на текущий момент разработаны. Одна из программ – это как раз программа, ориентированная на студентов, в том числе института физики. Вторая программа ориентирована на детей, на школьников. И призвана заинтересовать их, показать возможность реализации себя как предпринимателя. Программа будет запущена уже этой осенью. По словам Ольги Улановой, в мире предпринимательства преобладают жесткие и гибкие навыки – hard и soft skills. Классическое образование формирует те самые жесткие навыки. Но в клубе метавселенное предпринимательство будут реализовывать возможности получения именно гибких навыков, которые актуальны для реализации себя в качестве предпринимателя. Поэтому программы будут интересны, актуальны и будут удовлетворять потребности современного общества в инновационных схемах. Амир Ахтямов, Универньюз. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оказывают помощь как в амбулаторных условиях, так и в условиях дневного и круглосуточного стационара. О том, как устроена система госпитализации пациента, смотрите далее. Современный человек все чаще сталкивается с болезнями пищевода. Связано это с высоким уровнем стресса, неправильным питанием и злоупотреблением вредными привычками. Врачи университетской клиники Казанского федерального университета оказывают высокотехнологичные виды медицинской помощи в амбулаторных условиях, а также в условиях дневного и круглосуточного стационара. Большинство пациентов гастроэнтерологического профиля нуждается только в поликлинической помощи. Но в тех случаях, когда больному необходимо дополнительное обследование, его могут госпитализировать в рамках медико-санитарной части Казанского федерального университета. Эта диагностика, которую пациент может получить в рамках стационара, это на самом деле диагностика очень высокого уровня. Если мы с вами говорим об эндоскопии, то это самое лучшее оборудование, которое только может быть на сегодняшний день, оно представлено в нашей клинике, с возможностью проведения морфологической диагностики, то есть то, что пациент знает, как возможность забора биоптата или биопсийного материала. Это возможность удаления каких-то образований или полипов, как обычно говорят пациенты. Ну и, наконец, на сегодняшний день мы в Республике Торстан единственная клиника, в которой создана так называемая лаборатория функциональной диагностики. Это возможность проведения суточной или 24-часовой по ашимпедансометрии и манометрии высокого разрешения. В университетской клинике Казанского федерального университета проводится манометрия пищевода высокого разрешения. Это детальное исследование, с помощью которого измеряют, насколько сильно сокращаются мышцы пищевода и как взаимодействуют между собой в процессе глотания. Перед началом исследования пациенту в положении сидя вводится зон диаметром 4 мм через носовой ход по пищеводу в желудок. После установки зонда человек принимает горизонтальное положение. Трубка соединяется с аппаратом, который записывает сокращение мышц пищевода. Для оценки сокращения используется стандартный глоток 5 мл воды в количестве 10 раз. В этот же день врач оценивает полученные на исследовании данные и отдает результат пациенту. Для нестандартных заболеваний в стационаре проводится суточная импеданс ПАшметрия. Порядка 2 мм, не более 2 мм, который вводится через нос и размещается в пищеводе и в желудке. И на протяжении этого зонда есть несколько датчиков, которые измеряют или ПАш, то есть мы определяем уровень кислоты, которая, возможно, забрасывается у пациента из желудка в пищевод. И есть датчики, которые определяют сопротивление переменному электрическому току. То есть эти датчики позволяют нам, в принципе, определить любой заброс, то есть что забрасывается. Это очень актуально в случае тех пациентов, которые испытывают чувство дискомфорта за грудиной. И мы понимаем, что мы не можем связать это чувство дискомфорта с сердечно-сосудистой патологией. Там нет никакого воспалительного процесса в пищеводе. И вот начинаем дальше разбираться, что же может быть причиной. Пройти дополнительное обследование может любой пациент. В униклинике ведется лист ожидания на госпитализацию. Для стационарного лечения пациенту необходимо обратиться к гастроэнтерологу за направлением или же получить его в электронном виде из любой точки России. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз. Из Казани в порт Санкт-Петербурга отправилась новая опытная партия катализаторов для применения на кубинском месторождении Бока-Дахарука. Они разработаны в научном центре мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты Казанского федерального университета. Все подробности узнавала наш корреспондент. Бока-Дахарука является одним из самых высокотехнологичных проектов зарубеж нефти. Компания использует новые разработки и оборудование российских компаний, способные работать в агрессивной среде и при высоких температурах. Совместно с Казанским федеральным университетом была разработана технология каталитического акватермолиза, обеспечивающая внутрипластовые облагораживания нефти. Технология позволит снизить вязкость сырья в пласте, увеличив добычу и нефтеотдачу. Катализатор представляет собой вязкую массу, и для того, чтобы доставить пласт, нужно ее растворить. Вот мы подбираем помимо катализаторов на основе различных металлов, еще и растворители. В марте 2019 года мы отправили ее на Кубы, пока она доплыла у нас, и закачка была произведена в ноябре 2019 года. По результатам закачки в ноябре 2019 года на месторождении Бока-де-Харука прирост добычи нефти составил 110%. Уже в первую половину 2021 года поступил запрос от компании «Зурбежнефть» на производство второй партии. Мы для каждого месторождения в нашей лаборатории нам привозят нефть, и мы производим уже все исследования, все испытания, которые необходимы для облагораживания нефти, облегчения ее состава, и для каждого месторождения мы подбираем тот или иной металл, та или иная, ту или иную композицию. Планируется, что 18 тонн казанских реагентов прибудут на место назначения в начале весны 2022 года. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюс. Когда вышел первый учебник географии и какие материалы хранятся в отделе рукописи и редких книг КФУ, смотрите далее. География – одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний, география появилась задолго до нашей эры. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в первом веке нашей эры. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, который отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Меркатор наиболее известен как автор картографической проекции, носящей его же имя. Он впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. Особенную популярность география получила в эпоху Великих Географических Открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Южная и Северная Америка, Австралия, а также существенно продвинулась вперед такая область географии, как картография. 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад, вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Предположительно, он был переведен с голландского языка. Учебник представлял собой издание форматом 10 на 15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были описаны земные круги, экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы. Были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки и Австралии. Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах «Атлас», выпущенный в Санкт-Петербурге в 1743 году. Стоит упомянуть, что это первый полный атлас Российской империи. Азия в учебнике географии или краткое земного круга описания сравнивается с раем. Первозданный человек Адам был в ней сотворен, говорится в этом учебнике. Что же касается территориальной целостности, то Азия описывается как поделенная на шесть частей. Первая из них под властью великих царей московских. Вторая – под игом держанства турецкого. Третья часть – пустынных степей, покрытых селением бесчисленных калмыцких, татарских и прочих в кущах живущих народов. Четвертая часть – под правлением сильного хана китайского. Пятая часть – индийская, переисполненная богатством великим. И шестая – принадлежащая шаху персидскому. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев. На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok